алло здравствуйте уважаем телезрители мы продолжаем играть в игры ради этого сюда наверно и ходится посмотреть как выиграли где играет ты чтв где арт заставки найти можно я картинку сам налепил там я нашел пиксельных вот этих героев и налепил на бэкграунд если ты предприимчивый ты наверно знаешь как стереть буквы белые которые были на фоне поэтому ты мог сделать скриншот и удалить буквы и вся блаба картинка привет 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 работяги расселись замечательно друзья посмотрел датан сегодня как там играли из датера прикольно у них там конечно не в китае там на стадионе трогали трофеи тортом там потом дали я думаю получили они там довольствие все это самое главное так не дали кит мелкий квест пойдем их поделаем вот этот я апгрейнул игри ингредиенты вчера играл ночью я так тихо давай себя потише сделаю его как это сделать только вам телезритель наверно она не так громко водится у меня прям вот эта вот музыка а хотя подождите я придумал супер план я просто наушнику сделал потише и вас это не заденет все действительно чтобы я и себя слышно нормальные вы меня сапай тетра 17 месяцев это даешь мне кстати twitch показывают что мне 189 сабскрайберов представляете как я рад что мне столько сабскрайберов на самом деле это конечно неправда это у них бак какой-то я им отписал уже саппортом вот этот но смешно был бы если бы действительно так вам гигантскую рак сварили я сделка там новый армор который не подходит друг другу они стремные стали но при этом там мин макс на то то есть они хотя бы не физик будет там казян с мура и восян они с молотками теперь вчера поиграл мультиплеер и как-то в целом прикольно должен сказать но сегодня решил я пожалуй один побегу по буду аутистом принципе потом можно будет мультиплеерные квесты поделать но соответственно тоже там без войс если кто-то из товарищи заглянет конечно всегда пожалуйста мне больше нравится стиле зрителями общаться что сидишь как дурак с монитором разговариваешь они вот это вот что те еще и отвечает кто-то кому это интересно когда когда нельзя вот так просто говорить сами собой на тоже не ходит здесь а это лоранг то есть здесь сейчас должно быть легко а всяфика узнает потому что этот квест как-то неожиданно него дали слишком поздно 12 пейнболов почему 12 он пусть будет 12 их накрасил миллион лет сгу новое оружие старое оружие катан я с ней уже где-то неделю хожу но я не так часто стриму вообще прикольно что пент хелты можно прям действительно в ночи валяться на диване играть притом в онлайне играть с чуваками кинуть я вчера прям до 6 утра катал и было здорово вам автокозел бам факю я блин крафт его эти пейнтбол запарил саунд сейчас ему отрежу здесь все подряд это знакомые это я показывала но есть принципе почти всех монстров уже посмотрел игре монстров на самом деле не так много если подумать но многих вариантов которые как считаются хард мод что там другие му и так далее все равно интересно нет такого что оказалось но вот одно и то же вот этот лягуха ты бьешь и в чем прикол течет через это за игра такая что лягуха бьешь только мне здесь усложняется и там потом начинает что они еще ваншот себя начинают то есть это еще играть надо уметь а я я без этого как стараюсь они он там бахать классно что к ты больше не видит я им как намазал вот эти вот супер аморки с красным я хотел сделать красивенький там скафандр какие-то были но не хватило материалов к сожалению я куда ей шатает болтает право пьяный а он камень носит этот дурак он вечно с камнями своими начинает кучу ему по хвосту а ну когда скукожит то по хвосту не надо это я знаю наука там это да блин что-то он делает о плюется сопелька энрэйдж типа он три раз бект раз два и третий три и потом ракует видите как я изучил ему все и теперь можно вращать барабан бам получили первый зарядек естественно по роже я ей там камушки айтихом шал шалтай болтай я реально как шалтай болтай а ну иди сюда на чё-то не сдох типа ну блин он пролич получил вместо того чтобы я его замазал по шварку чутка прикольные сабли с параллесом что ты парализуешь просто чё очка и нормально у вас там отношение получается рабочий вместо того чтобы порожит и нагребал просто так все время пусть он со ступеньки спрыгнуты и потом я да блин шалтай болтай правда сначала вам все поехали рады икаты хилит это просто небывал успех их тихо-тихо тихо-тихо что он опять начнет то есть как я его развалю надо мклыки отшибить один отшиб смотрите второй прав не ошиб надо 2 сломать обязательно то бонусный шмот дадут бонусный лут ай блин выберечь вот летит лягуха и коты меня похилили я похилил интересно как он со сломанным зубом держит так камень здорово представляете у вас так заставили степен у вас хваталка держалка а потом я сломали и говорят пойди все равно делай свою работу я бы забунтовал снегу лучше как так это же не кондиции вообще типа это больничный отбрать нам кстати он похоже хай ранговый он как долго его я ничего не делаю с ним может поэтому потому что эти квесты это шестой лауранг караван их притом дали после того как я полазил в онлайне то есть строго после онлайн чем уронился я чё-то чем там там и вернись братан но шайни упал я вижу все может не подсказывать он спать пошел а я щас сначала шайни да не кстати простенький он то есть возможно вовсе не это так а где куда 3 сезона ночью так не должно быть я думал нагребает и умер уже оказывается нет вам казан прилетел чего там в этом наверно до сих пор фермы играете да уважаем телезрители я помню вчера в чат писали люди которые ты горит на ферму показала матери как аутист сидим здесь ценами что им по хвосту только смог черкануть по ей боюсь боюсь шалтай болтай ой осколочками меня ничего себе по этом кстати началось но как-то я блин не смог заставить себя в него играть потому что пошло на задницу играл несколько лет по кругу и зачем еще раз играть лишь как в доту играть тоже что говорится пойдем в доткой такой слушайте вы знаете я в дотку сколько уже там 2003 года по кругу вот это бегание иногда конечно по настроению здорово сломал второй зуб сап квест комплит я молодец смотрите он сейчас все равно ко мне будет доставать вот этим обрубкам я уверен ничего он лакс пошел в углу на по хвосту тогда что-то любит валяется пьяный шваркнул по спине так пустите пожалуйста переехал ну чё ты электризовался на правда классно как я шварку катан его бам вот и все вы чувствуете как это можно подумать что я играть имею вот на примере вот этого монстра на самом деле он просто легкий тридцать девятый час игру ферма жена курочки уточки коровки ничего себе до жены то я не дошел я там только коров за сиськи дергал и майонез с этих с куриц фармил пришел смотреть ферму тут какой-то next level шахты ну это примерно такое же геймплей только без без вот этого момента с дергать за всякой не смену дня и ночи здесь как по-другому немножко работает а так в принципе геймплей тот же самый то есть фармишь по чуть-чуть чувствуешь себя чуть лучше каждый раз вот пожалуйста бам капнули драгонит вам такой главу джуял коты вот опять можно к тапнуть а уже нельзя паен начал обмазаться новом сезоне предыдущий был не очень от нормы я в принципе тоже хотел как-то я думал ну где-то я несколько месяцев назад еще говорил что может там буду может будет такое когда выйдет это сэншин а теперь как-то подумал да блин да пошло нафиг я посмотрел что там происходит покликал по стриму смотрю youtube играет опять что у него ровно то же самое что и было до этого три три предыдущих лиги только теперь фортифай в этом асэншине вынесен смотрелся что там еще есть не понял что типа если если нет желаний типа вот этот core геймплей что если нет желаний просто ходить долбить монстров бездумно то мысль наверно не очень много так thanks sir гравис это прям цепочка квестов камер at home то есть теперь еще и гравис на отбить нормально не придумали так я это я на гравис сейчас я залезу подождите сундук свой я же там добыл супер дрели вот эти я покажу смотри сколько у меня у меня есть вот эти вот вот эти блин ладно здесь плохо показано смотреть апгрейд на сам для них есть вот эти вот джайра веджес они крутые и сейчас гравис гравис от них просто отлетит так оперейшн поп-хаммер есть как-то они вернули что я делал вот эти вот квесты а потом я пошел онлайн и оказалось что онлайн его квеста они лочили за собой вот эти вот коест лауранку и не экстра он делал просто потому что почему бы нет я компляционист я люблю когда все доделаны так мужик чести мне что-то надо было здесь купить у него кстати пейнбери жуки всякие да снизу справа это нижний экранчик у меня у вас на снизу справа мне снизу вы если погуглите nintendo 3ds вы узнаете как она выглядит в разложенном виде и поймете как я в это смотрю это тачскрин там тыкс можно всякой тыкс 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 астами не крест главное проклятие придется стейк хаос я сделал себе супер вот короче где я не знаю пришли еще профессиональные монстр хантеры короче у меня вот такой вот сета я считаю что слишком много всего смотрите у меня есть полшин есть мега полшин то есть это хилки есть мега-нутриенты на случай если я на фишу есть антидот на случай если яд есть бафы на атаку и армор соответственно демон драка и армор скин на случай если я на фишу опять же холодный горячий напиток на случай если квасит в пустыне чтобы не менять их туда-сюда хилки 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 power charm арморчарм который просто бафают стейки пэнбола флэш бомб данк бомб транг бомб pitfall шок трап вот это можно выносить на случай если не надо капчурить но капчурить обычно надо ну или просто потом неожиданно выясняется что надо капчурить а у тебя нет ты забыл переключить кирка сачок точилка мед который крафтится вместе с полшином мега-полшином айтит который можно хавать и все и больше слотов нет короче то есть это прям битком сумка и прям все нужное то есть надо как-то это оптимизировать на рамбуем будет то есть допустим вынуть кирку там вынуть сачок чем такое мать и да я редко хава то есть мать и да можно будет убрать потом неожиданно понадобится чем я ж на эту игру как обычно будешь покупать мне 3ds а мне так не 3ds зачем зачем еще одну денежку дали спасибо им же здравствуйте . я хотел бы задать два глупых вопрос которые вы уже вероятно отвечать ну да скорее хотите ли вы начать свой завершенный путь в комментаторы когда будут стримы по звездные капли долин спасибо за пройденного на запись капитана тода и за комментаторскую деятельность в прошлом пути врачи до нежно вы знаете что для души здесь же самое главное что не только себе нравится что и людям нравится когда и себе при этом нравится что что-то делаешь это вдвойне хорошо он когда уже перестала нравится соответственно этим перестаем заниматься поэтому не ферма не дотки не будет извинить зданична спасибо за приятные слова ну у тебя обычно нет меня необычная у меня она же еще со стримилка я ждал пока я доставит полгода и она стоила миллион потому что так мне надо выписать лимонадик да тут то смотрите у меня хп-шку баку бывало из-за того что здесь горячо я без лимонадика ворвался и мне нас есть стейк чтоб стаминка была погнали такая я че за нравится такая с дрелями все нормально это вот это вот чувак который на весь экран будет сделать по идее я должен разваливать и мне даже отпрыгивать не должны мои дуалы потому что у меня белая заточка уже я очень это самое самое апгрейдинг у меня водяные дуалы получились смотрите он там лазер свой делать а я его сначала обмазал на шикал на шик на зиму про капитан тодова классно вспомнил я считаю что это самое самое клевое что во что я играл вообще за последний год полтора и вот это вот youtube серия это венец моей карьеры как стримеры вообще потому что уж пока что ничего не было многие могут сказать что там додка и дают и штамм это был нормально классный вот это все да вы просто не виден наверно что там был аей сплю васян казян нити гайс на баммотком мотком пороже на это работает а ей вращает барабан страта денег степухи блин да вы это вам же если напряжен по деньгам вы зачем так делать ну если если ты чувствуешь себя хорошо по этому поводу то здорово я вас уверяю что деньги которые мне прислали тратить исключительно благие вещи то есть это какие-то небольшие моменты благотворительность происходит игра на стриме опять же раздавал курсом фирма помните какая крутая раздавалка была мне здесь никаких скамазов знаете мематик про скамаза мне кажется он очень тупой но учитывая как широко распространили он видимо популярный я побить его я как-то хожу с вами болтаю надеюсь вот эту надбить василия так он чапчик любом он всегда обширает о ногу сломал ну и все он там заваливается все пошла катка ну иди сюда все главное переключить режима обшикана их сих я так знал а коты в панику впали восклицательный знак значит что у котов в панике они юзлись то есть это практически то же самое что и обычно только на этот раз ты знаешь точно что они юзут шапчик не смотрите вот это прямо обучалка перед блэк грависом то есть блэк гравис он так не делал он не пшикал но если его ударить он пшикал это было прикольно что он учил 4 раза подряд ты хвостом решил да 360 вот эти свайпа ай-яй нажал на комбо и сам грибай стро вот эти кстати доджи по-моему они огонь хуже снимает то есть надо именно кувыркаться и это очень плохо то есть с дуалами как сложнее по итогу получается ай-яй тихо тихо брата представляете такого большого динозавра встретить на улице перейдется вам коленку кувырять я бы не смог наверно так это только в видеоиграх такой бывает ай-яй задавила блин мне кажется коты руинит на самом деле потому что когда мы с чуваками играли или когда я раньше один играл там был основном про то что но стоит ничего не делает и ты просто по ногам фигачишь а я щас ну помогите соплики все гады им принеси блин в осянка как по молотком здорово он сейчас шик не стал пшик все это факт но я гриба и значит он валяется каждый раз вам вообще очень легко по там не валяешь копчику это супер дракон что они ножки маленькие а сам на огромный как колобок ай наступил на меня ты чё ты зачем на меня наступил делай там что он там борту из туда а я так нажму давно он дал их не играл на самом деле прям чувствую что ракуя надо запускать бота чтобы комментировать так вы думали это я что комментирует многих болотками из концепции на самом деле что а некоторые не понимали такие эти от робот говорят я просто у меня об стенках прошу аркать уже раз пять подряд так сломали вторую ногу там бегу и тащи немного разорвиваются а у меня это есть сейчас мы где-то не мы уже и пузоем сломал вообще тени спину сломал кузом сама пожалуй пожалуй больше мне не нравится этот босс именно в плане дизайна боя я так понял специально сделали что это такой аноинг аноинг босс который очень долго ты бьешь и учитывая что ты мне приходишь обычно с оружием который от него просто отскакивает это такой прям скажем кусок фрустрации японцы от любит такой устраивать на самом деле все игры что если тебя не фрустрирует узнаешь геймдизайнер не прав оказался там японцы потом писать будет что игра что-то слишком изи даже задницу не порвала а у меня молочко протухло мне надо попить мачку ой так пойдем комментировал старладер записи но это было когда я только начинал когда перепланировать по-моему стриме потом я быстро понял что если у тебя есть доступ к лайф к лайф матчам грубо говоря то смысла в реплеях вообще нет они не несут ценности потому что в большинстве случаев ты результат знаешь поэтому тебе самому не интересно как как личности когда стримишь это вот то есть и такой пошел качать реплеи такой смотришь ага два реплея первую игру посмотрел там выиграл команда значит она вторую игры такой ну ничего и зачем это да я заранее все знаю мне неинтересно а когда лайф кайф кайф мне было очень очень классно в том плане что я прям это смотрел телевизор вместе со всеми грубо говоря просто озвучил то что вижу это как знаете вот когда когда соберется с компанией давай кинуть фильм смотреть мультики чем такое не один сидит вечно на ровно там чем скомментируют вот это я прям такой вот был обычно так не очень любит а здесь удобно видимо люди не понимают что происходит приходилось говорить смотрите ха ха у парень пошел сдох интересно было наступили на меня опять что он топчет меня просто тихо тихо брата а ей нормальный план и там влево вправо до возякаешь не поздравляю что это хоть не до хард мод для для японцев когда еще не вышло ультимейт версии то есть просто 4 было монстр хантер есть и квесты вот соло которые он локались мультиплеере они уже просто чуть сложнее были все хай ранжа будут зачем-то я непонятно короче ну он бью и бью запрыгнул там на спин не давай туда ножки а через как я предугадал что вообще будет я много играл от игру я видел некоторые дерьмо вам ваншотом вот так можно было пункт ну тебя наверное победить победа смотрите яйца лежит прям евреи согласился в колу пол баверн тир его кстати четыре раза по моему можно шкурить я понял что я так долго бил у меня затупились ножики желтый ножик стал я как-то не заметил надо было так теперь я просто так точилку потратил они синие странная почему-то была же вроде белый за . подождите как так показано что должна быть белая еще за обман я наточил и у меня синий только максимально странно может я их так статью что в отстал на не до конца сработал любопытно должен сказать на все сто процентов уверен что иногда думают их сейчас блок конечно да я же бывает сижу и бывает иначе как давай комментировать пока никто не видит почему-то не улица плансом профессия зачем вы вы почитаете действительно twitter про мейджоры и посмотрите там что что с людьми там происходило я не знаю там застрелился на рейс при туда поехал учитывая рабочие условия которые там то есть это вот ты делаешь профессии потом ты едешь и его там вот оказываешься и с тобой вот это вот происходит я бы наверное я так не смогу наверно я люблю когда весело и прикольно никогда вот это вот что мало того что потеешь так еще и таких условиях что потом бомбит всем 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 кто участвует так давайте там дальше арахнофобия паучиха есть есть гормогала это значит черное дерьмо газ давайте выбирать кого он паучиха или черное дерьмо мы наверное и тех и ту и ту сделаем но я хочу дать вам чувство выбора пока я отойду водички попью о на самом деле просто хотелось попить водички но вы же знаете что нужна какая-то интрига паучиху говорят вам паучиха-то паучиха что делать пойдем она правда стремно она вечно мечется гормогала на дуалах я на сабле хочу научиться играть потому что в следующей игре который выйдет летом сабля будет крутая то есть сейчас она стрёмная она мало урон наносит и типа неудобно ее юзать потом потом ее сделают круче если научиться играть сейчас на ней то потом будет очень классно ти остро ничего себе я еще не видел это супер динозавр холи deep trouble баба футрабу так а здесь чего тоже квест слушай сколько это мне дает new monster materials the yx челлендж ой это моя любимая пишите ли зритель ты думаешь что ты на стрим говоришь и вот рассказал всякое разное жена теперь хочет чтобы я додку комментировал вместо сериалов и мультиков комментирует додку это не в чат это мне по отдельным каналам сообщение приходит не знаю мне кажется если хочешь что можно можно делать все что захочешь то есть если лежит вся душа понятно что если у тебя из-под палки там жена заставляет то здесь можно подумать дважды но если мало то что заставляет так еще и самому тебе не терпится скорее бы сейси начать это делать то мне кажется надо ты 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 отдельный канал до для жалоб не присылают на e-mail в твич сообщение и помимо это есть еще другие каналы самый секретный который здесь же не только вы представить не может сказать когда я соответственно касту мне такой треш прислали там на почту на вконтач вещь написали нет недавно представили какое дерьмо что там какой-то паблика у чуихи и она говорит мы сделали видео 5 лучших рампэйджи в доте не ты говорит должен нам выбрать потому что типа если мы сами выберем какой лучший рампэйдж то это будет это как субъективным поэтому нам нужен беспристрастный оценщик рампэйджи на нашем стрёмном видео как вот непонятно паблика помогай я прям открывает читает кучу вообще совсем говорю с ума сошли так лан кого мне есть паучиху где она наверно зоне с пауками сейчас через котов полезем полезли в подвал это один из примеров то есть у меня прям сыплась прям тоннами когда идет крупный турнир и приходит коемте ошник смотрит о ничего там это сидит декам напишу чтобы он нам рекламировал наше мобильное приложение free-to-play игру для мобильных телефонов и получал роялти с этого там 10 баксов говорит если скажешь про нашу мобильную игру на стрим мы тебе 10 баксов дадим не откроем честь это нормально прям чудеса рунета какие-то не откроем для себя часто понятно уже что можно ровки всего это тогда для меня все это было чудо нового и очень дико потом я понял что просто люди в рунете большинстве своем могут быть дебилами здесь уже ничего с этим не поделать и наверное не только в рунете чуть-чуть так а чего она там а как мне норм вниз лучше пойдем вниз она смотрит за рунил мне тропинку назад на этом гонок а там чтобы они вниз тоже а вот они грохнулась а ну иди сюда паучиха сейчас я буду спину кромсать а нет лицо не хочу кромсать заберите она там наплевал на восяна а восяна не поддается на провокации вот это сам классно а переворачивается и тупит она сейчас еще шварка там сверху будет вот смотрите она идет и она не попадает при этом нифига вот смотрите парк и пара на висит тут тоже не грейпфрут это самый классный я считаю это паучихи я сначала сверху бил а сверху она гоняет прыгает и вообще мерзко очень вот когда вот так вот свисает и ты просто там пытаешься полк вот это узнаете с потолка там сшибать каких-нибудь этих даже не знаю что был классный пример в голове но правда не сваливается она будут прикольнее если бы она свалилась еще ничего себе вот это суперменство спайдермен а и сразу она 5 лет по-австралийски значит начинает декабрин палочек коротенько после уго классно она прям бесполезно когда ты снизу я прям поймал это сдувалами я бы не смог такое делать то есть молотком он не спас лучший друг казян казяна кстати давно у нас не видно слышно но наверно потому что дотка я перестал играть как надо будет устроить отдельный эпизод вечер дотки с казяном я верю что телезрители только рады так ему поинболку свисайся там давай или я же нормально с тобой шани было и пропал вот так я только не пришел у она свисает но так даже получше мне там шкура вот эта висит и если по ней бить то шкура отвалится и что самое смешное это элементально уязвимство поменяет у ней то есть если ты пошел с огненными дуалами то она огребает от них если ты сломал ей шкуру вот эту вот то она как мне больше не уязвима и вместо этого к лайкингу уязвим учись какие тройкарды японцы что они такую-то фигню в плане гейм-дизайна придумают мы типа говорит сделаем паучиху и типа она будет наряжена в эти в эти шкурки а это притом я читал пост на рейдс белок который говорит что реально вот эти вот пауки которые вот рот пауков которые похожи вот моделька они у них поведение говорит похоже как в игре начать делать и они тоже наряжаются шкуру бит то есть там ресерс наверно проводили вообще там японцы наверно отправляли в кинтить рах на аквариума я не знаю как называется о трогает паралич на по заднице шварг супер мега шварг на целях делать если есть возможность рекомендую вот я и пошкурит бам-бам сейчас можно было бы сделать супер мега шварг потому что есть целая полоса красненькой новую опенинга нет но чтобы она свалилась опять а ну давай смотрите а вот и свалилась супер мега супер мега бам шварг вот так надо этого мне говорится там что смотрите антон супер эти про челюсть своей до стола и давай да блин я хотел как уж она болтается там а ну иди сюда для попасть бы ё-моё я буду как не попал ты пролечься вроде видно было что прокла тут не монти и куда-то тихих и бро взяла ушла ты чё дура он давай намажешь свои сабли деньги есть 11 долларов не хочешь слушай давай отпиши на мой email для бизнес-предложения мы обсудим потому что так вот и начинаешь на людях и вдруг все там тоже что-то прикольное типа фирмы 11 долларов и все-таки 11 долларов опа опять застанет сейчас я раз-два-три-четыре супер мега шварг для сгол и все это супер мега шварг сейчас произошло и теперь я красненький красненькой сабли а когда красненькой сабли значит что можно шваркать вообще как и как псих правда не очень получается потому что я играть не имею вот это дура смотри че делать главное джамп атак миллион сделала почему они манс есть ни разу не замаз мне кажется это репорт на вот пошло наконец значит такая что у нас долго уже я знаю такое что ждешь ждешь тихо 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 спокойно а дерьмо я щас проиграю и в чем проблем то почему то есть надо идеально с ней делать она какая-то круто она не не приемлет может это из то что у ней нравится она типа играть лучше что блин она шлепает это да блин и красную саблицу изруинил надо убить ее просто пока он валялся там монстр полное дерьмо смотри колес супер мега шварком помню попал но с роман гибает что там шлепаешь ах ты коза оу ничего себе васян коза друзья помогите скачет уже джуку да блин и здесь услышь вот это вот конечно вообще вечно ты дурные они приходят и такие да я есть вот давай по раку вы есть деревьев не были странно заняться нечем типа и выходной а это фигня бежал а ну иди сюда куда пошел стоять еще и паралич получил блин даже сабли не зарезал об него проклятием ну ты иди сюда в этот другом значит твой был до всего штусов к черту матери иди так давай точим саблю где полоска по босс да игра про то что нет полоски босс собственно нет то есть это вот это вот это не босс это же у тебя геймплей за это стоит вообще прикольно вот это вот манси этот это очень сложно было привыкнуть я помню первый день я привыкнуть не мог там же они сначала чем мелкими квестиками тебя подгоняют к этому штамм иди сначала там мясо пожарит там что такое там по делу там что победе динозавриков мелких а потом как выбежит супер мег динозавр как давайте мочить ты бежишь орешь такой еще серьезно шляп потом окажутся вся игра про то что их надо бить они так не могу я мир любил мне мясо пожарить и мясо жарим а размечтался газа разею черт меня привычка контейс сму почему-то я вот не помню по-моему вам дарк соус можно было так что есть когда он тебя врывается чувак а ты убьешь очень часто ты делал флинч и чувак отлетал назад но это наверно какие-то меньше мелкие монстры когда были он шваркнул меня ядовитость перезошла а ну давай ока ты нормально подозвонили я спасу тебя козян смотрите видите он она сам спас просто хорошую кучу понять могу что происходит и всех надо развернуться все развернулись и шварками да блин супер мега шарк не получится уже потому что сторону чё-то домой побежал думать я не знаю где он живет а я действительно не знаю где он живет проблема надеюсь что здесь а там фиолетов земля это ядовица пытаясь наступить то отравишься вот это он дуран запрос свалилась вот супер мега шварка рандомно проком вот это кстати классно надо всегда его делать чтобы как-то он так шляпнул а я бегу в стенку какую-то нечего там произошло вы ей а все здоровенные штуки я не знаю как называется хелицера хелицера как по-русски это может я про другое вообще вдруг я что-то сказал на стриме неприлично я знаю что когда добываешь с нее лут там есть хелицера я не знаю как ударение стоит извините школе не учился а контору блин не убили на конторе вчера мчат раковали но как-то у нас ну мы как не особо-то и старались что-то мы побегали побегали там пофильщить ну ладно разошлись хотели потом продолжить но как-то уже мы играли там сколько часов 5 подряд и решили что наверно а контору мне показался он не сложный то есть там диск на что я понял что я дебаф не замечал долгое время что у меня задница дымилась и из-за этого грибал а так он больше про то что надо просто миллион хилок миллион компонентов для хилок и просто аккуратно бегать его тыкать там и про то что там драка это 40 минут будет надо просто морально быть готовым наверное интересно прямо когда когда только игра выходила и когда освоение идет то прям толпа вот это вот в рванине там в этих палках с палками деревянным прибегает начинает лупить о контору там все все ланшоты к черту матери потому что они знают там про скиллы на арморе там вообще не про что про то что апгрейдить там что-то можно вот это вот это я чувствую прям экспириенс был в каких-нибудь среднестатистических тинейджеров американцев там игра очень хорошо взлетела на лаунч сейчас похоже они поэтому и решили что надо переводить все таки кросс не стоит ждать до пятой версии это х ранг по-моему этого ранг я чуть не пойму мне мне вернули обратно лауранка и дают там квест за квестом там те остров уже 6 6 звездочный караван я защищаю просто потому чтобы чтобы иметь все защищенным мне теперь на остров закинули нажарал теперь мне в принципе не жалко их бить то есть я так с вами общаюсь а люди думают что я еще играть умею что я не дохну приятно но есть какие-то квесты против острова вообще то есть вот так то я до девятого дошел то есть здесь у меня всякие крутые чуваки вот эти фрэнс барахидиус хайранку и два гравис черных которые вирусный притом вот а то что они сейчас уют они почему-то на валют в шестой шестой караван и здесь прям дофига все навалили тайгрик челлендж краю стипит лав подождите а здесь urgent да и адванс дип трабл вот это вот с лейте острова выпадут пинги будешь играть dark souls 3 у меня есть перевердером не гифта 0 спасибо за это кстати но я не знаю когда он выйдет как-то я забыл релиз дату наверно буду куда деваться почему бы не поиграть dark souls 3 если мне нравится играть dark souls она только сейчас дуплит с квестом на нажарал пойдем сначала нажарал самая простая то есть горма галайт потом будет а сейчас будем убивать стремную вот эту вот фигню мне кстати возможно с ней что-то надо она хотела рангу и зачем она такая пойдем покушаем летом кросс в европе он не в европе он по всему миру выпустится вот это кстати отдельно спасибо капкам за то что они нормально релиз одновременно все то четверка вышла 13 февраля в штатах 14 февраля в европе то есть грубо говоря одновременно учитывая что таймзона там туда-сюда bloodborne не bloodborne не прошел bloodborne как-то это что я поиграл поиграл него и отлип обратно посмотрим как с третьим dark souls будет собственно bloodborne я понял что как-то немного охладил а сейчас начал играть вот монстр хантера и в принципе геймплей не то чтобы прям супер сильно отличался конечно есть свои различия и свои тонкости так чем не хватает мне не хватает трапа а мне надо пойти посмотреть есть ли у торговца трава травы нет ну ладно поделась вот и по поводу вот этого монстр хантер дженерейшн с которой летом будет я думаю прям надо будет врываться если я к тому времени не ударить в какой-нибудь новый аутизм там не буду делать свое если не охладею к тому времени поэтому можно будет прям вообще вместе дружной толпой все владельцы 3d с все пять человек в россии мы будем соответственно бежать и бомбить босс так нажара лампом в пятой зоне начинает суждавать я как профессионал я съем дим дима драк нет не буду есть мне жалко а досье вот а потом съем мать и ты чего-то я был супер баф на и пока у меня будет баф от мать и да я буду стоять ничего делать потом он закончится я буду бить покажет такой план жаль что дженерейшн максим хай ранг это это условности то есть там контента больше по сути то есть какая разница как ты его назовешь то есть если легкий монстр и ты назовешь хай рангом то он типа от этого сложнее то не станет и наоборот то есть это как-то люди прицепились к словам грубо говоря к нет условностям и рокуют не проводят это медиа она отлетела и там уже японцы они запарились и не только японцы а те у кого есть эти японский 3ds кто в штатах играет они запарились уже объяснять что контента больше и поэтому то что у вас там нет коджи ранга и вам просто буковку не напишет это как-то странно я посмотрел мне мне все нравится в плане подсистемы так далее что они сделали в этом generations просит но единственно там график чуть похуже потому что я так по они расстроились что четверка у них на старт 3d с как не очень хорошо себя ведет что в онлайне там скачет фпс немножко поэтому они решили сделать чтобы для всех одинаково был нормально такой гладкий experience но из-за этого конечно немножко визуально визуально часть похуже будет принципе я могу это понять они сделаны там куча анимации новых поэтому все будет сверкать искриться когда бьешь нам лучше супер супер анимации будут ну и за это базовые текстурки немножко они сделали поменьше размером а с другой стороны такой думаешь ну типа зачем прицепляться если ты блин играешь на экране который у тебя ладонь больше чем этот экран и ты начинаешь вот это вот что-то там 30 fps это же блин это же не есть всякий xbox вот эти вот playstation что они там сидят флэмят там типа смотрите вот в этой-то игре на xbox и нет травы а на playstation много травы и знать что то приставка лучше а вы все те кто купили другое вы ложки короче нет они сидят и мне флэмят друг другу совсем дураки короче что меряется там то что 900 и 30 fps 60 fps а потом сами садятся за огромный теле где они даже сказать не могут сколько там fps пози что все все расплывается один фиг мыло ну ладно это я так флэмить на самом деле проклятый консольчик ну сами виноваты играют на консоль так что не жгнул ванглан что красный сабль сделаю пойдем попью я и глядишь она она что-то ушла к вам вообще там васянку по это они там пошли к выходу из зоны вообще я щас там вылечу из зоны плюс там лужи давит а ну иди сюда все и завитие то же их нарез клубасы блин она такая на самом деле раздражающая то чуиху я когда первый раз убил действительно я просто я убил и как-то мне прям и здесь все давалось а потом я фармил накид кусочки и она запарила реально крутится в стороны и хвостом лупит и так далее когда гиперактивной становится неожиданно вообще мирзу он парализовал через как я нарезаю кубасу сап квест комплит без гу и часа начнет психовать нечего не начинает пока мне кажется это какой-то прям это полу-лоу полу хай ранг потому что дохнут они есть не так быстро как раньше дохли на лоу ранг но до хай ранг они не дотягивают как по урон так это то есть это какие-то опциональные похоже квесты которые были в конце четвертого монстр хантера до того как ультимейт накатили им патч экспансион груб горе на посту он с вами начнет я признаться я не понимаю ему все я знаю что он как колечко вокруг меня я вечно ракую и огребаю потому что из колечка убежать на самом деле как сложно для меня порой я там начинаю паниковать и тыкать просто в стенки и ну давай взрывай уже сэй ничего себе у тебя такой ворот вот смотрите вот на этот раз и ману я она на кота по-любому там затриггерилась а закопалась как выкупать я знаю я не стал на первую зону значит убежал сет с не убил 12 раз не знаю я посмотрел как сет с ней меня не очень впечатлил я вообще я не знаю какой мне сет дальше делать потому что я делал ресерч и нифига короче не понял я решил что наверно до до восьмого гильд холла я так не буду то есть до долмадуро я не буду вообще ничего делать но это скорее все значит у меня будет ваншот скоро и если я буду играть в онлайне и такой сделал лобби такой чуваки набились мне такой пошел и сдох когда он они такие ты че совсем что ли и начнется онлайн вот эта вот типичная фигня хоть надо аккуратнее как-то будет либо учиться играть либо либо какой-то сет промежуточный делать который я сразу поменяю но мне кажется это плохая идея то есть просто исключительно ради поинтов в дефенсе брать какой-то сет еще звучит так себе ну посмотрим будет ли надо или нет пока что у меня вроде контранг 7 а долмадуро это контранг 8 если я не ошибаюсь то есть там осталось всего ничего здесь подумать то есть это контору побить ти остро там еще кого-то вот этих вот больших чуваков я потом уже можно будет так я помню парализовал понять могу на самом я ничего не вижу режут кубасу бей а значит меня как живнет а я успел супер мега шварк сделать классно я выброс из под нее как раз а у нее слюнки чё это она смотрите как встал а басы а денежки спасибо давай давай удачи пока ночи я забыл себе вопрос пока благодарю в доту играть переставить на самом деле очень просто просто не играешь не все потому что там наступает порой момент когда уже понимаешь что удовольствие не очень много получаешь от процесса и вот этот момент можно просто перестать ее запускать блин на первый вопрос хотел ответить а я забыл уже у меня аж не профессиональный стрим у меня нет вот этого вот монитора со списком отдельных сабскайберов и с донатами у меня есть второй монитор но я его сейчас просто выключил потому что он отвлекает там окошко куда 3desk стримится иначе не получится ее нормально стримить у них приходится супер методом пользоваться супер мега шварк получит смотрите я сейчас в лапость прям на и у меня камера прям елазякает нет елазяканье я знаю что можно отключить настройку про умную камеру которая про территорию знает много всякую смотри щас ее это вот к ну к я А, как лучше донать Вообще, я не знаю, сабскрайб, наверное, лучше Если будешь сабскрайб... Ну, типа, если ты спрашиваешь с моей стороны как Мне приятнее, когда... Даже не знаю Мне все приятно Мне на самом деле деньги не критичны Мне больше критично, что прикольно Когда там либо много сабов И ты такой, ничего себе, вот это я стример Считаешь, что ты классный Либо когда мужик вот это смешно говорит Донатер, мужик То есть это вы сами смотрите, как вам больше нравится Чтобы мужик вам на гитаре играл Про то, что вы сабскрайбер Или чтобы мужик вам говорил То, что вы придумали Вот Ну, вообще, если стример Стабильно стримит, то есть в плане именно В плане именно финансовой стабильности Если это работа у него, то Естественно, сабскрайбера это для него Основной доход, потому что это Скажем так, стабильный, что ли, доход Это показатель, как он Как он работает с аудиторией, скажем так То есть если у тебя там, допустим, стабилен полторы тысячи сабов И ты следишь за тем, чтобы у тебя всегда было больше То есть ты активно стримишь Нужный контент там и так далее Общаешься со зрителями И они Тебя поддерживают за это и подписываются То ты понимаешь, что у тебя все нормально И, соответственно, ты Не будешь голодать, если ты внезапно прекратишь Ну, это Мне кажется, срано не очень стабильно, на самом деле Я этим не занимался Я как-то даже не пытался Вот это что, окупаемость и так далее Деньги и все вот это Училинг дык Они редко падают Ну, я уверен, что большие вот эти стримеры Они прямо у них гриндач идет По поводу того, что сколько сабов Понимаешь, что донаты тоже Процентов 20-30 доходов А может и 40 у некоторых Я не знаю, как Это вот которые всякие летсплееры Типа вот как мужик там сейчас ферма Вот эти шапки стримит Как пример Он каждый день стримит по многу И у него доход исключительно случай Конечно, возможно, он там какие-то партнерки Подписал, что у него там, возможно, баннерки Каким-нибудь по стриму висят Но это уже такое вот мелочи Я же для себя давно решил, что мне это Слабо интересно То есть пытаться как-то Через зрителей И вот так вот За счет зрителей что-то делать Зачем? Главное, чтобы всем весело было Поэтому Такие вот вопросы Это Сами себе задаваясь Вот Развернуто получился ответ Тем не менее, мы решили Решили проблему Надеюсь Там что-то куча Там 10 тысяч что-то дали По кровам поинтов Или что? Подождите 10 тысяч откуда-то там чего-то дали Денег Там прям ровно 10 тысяч было Я просмотрел Так You are so brave Он сейчас еще один квест по-любому достанет I want to teach me how to be courageous And not To hunt very specific Мюнстр Massive ginormous Аконтор Оговорили соло его, нет Вот Так я сейчас пойду тренироваться Я сейчас буду огребать на Аконторе Прикольно Он лоуранковый Притом Лоуранковый Аконтор Это как вообще Advanced Stand Tall Они вот эти квесты Они реально так запрятали Что я уверен Что половина людей С которыми вот мы вчера играли Они почти даже не в курсе Что это все есть То есть это надо прям Чтобы у тебя все квесты были зачищены А наверное я только один такой аутис Что делать нечего Все защищаю тут То есть надо чтобы и онлайн У тебя там были какие-то ключевые квесты Пройденные особые Чтобы онлокнулись назад И ты потом по городам Надо ходить по деревням Которые ты давно уже пробежал И собирать квесты с жителей И только потом они дают Вот эти вот цепочки Так ладно Пойдем на гору Магалу Потом на Аконтору пойдем Гора Магала прикольная Но наверное ее сдуалом Действительно попроще Хотя фигу я знаю Пойдем Это же экспериментально у нас Когда один играешь Сильно проще учиться И учиться я люблю Нет на самом деле Учиться ненавижу А вот улучшать себя Как личность Тоже плохо сказал Наверное Да и пофиг Короче нравится когда Идешь агребаешь И потом понимаешь В чем дело Потому что Ну хотя коты тоже мешают Но коты на них Не так часто агрятся Хотя бы И они часто дохнуты И поэтому ты один на один С боссом остаешься И вот когда я один на один С боссом Я прям У меня самый Момент просветления наступает По поводу того что делать Что я делаю не так What a beautiful day А здесь квест был про то что Кадет там в любви Признался этой бабе Которая квесты дает И еще квест если читать Они прямо Каждый квест Какой-то рофлик пишет То есть можно там Чит радость Не вот они там Что-то прикалываются Ага Типа они рыжую отвлекают И теперь я должен Гору Магала А не он И тогда я завою сердце Этой квестерши И Будет у нас любовь Пойдем Я правда не знаю Где она здесь Ходит ночует По-моему в пятой зоне тоже Не удивлюсь По-моему били мы Вчера здесь Или когда там Позавчера Что она по нижним Зонам бегала И что-то там было Слушай может копнуть Чтобы не копнуть Сдонать кофейком Бутером Кофейком наверное не надо У меня У меня закончился Зеленый чай И я как-то Горяченько хочется пить Я поэтому уже Второй день На одном кофе И скоро уже будет Какая-то чувака Из South Park Который глаз дергается Вечно Так что-то здесь нет Эй Э тихо А как О вот она Так а я забыл Намазаться На атаку Зато с первого раза Поинболом попал Видите Тренировка И Немножко Мастерства Так Надо под нее Сразу заползать Пытаться Я уже отравился Надо бить А она ходит Что я поделаю Ну-ка Че здесь Блин Я всю комбу Сделал А вот Я наконец Получил баф Ничего себе Она как Шмякнула Прикольно У нее такие Мувы Вот это Самый классный Монстр Вообще В игре Я считаю Он конечно Кажется Что он Черный Кусок дерьма И непонятно Что там происходит В частности С крылью У нее очень часто Заслоняет Просто экран Весь Но Как механически Так и в плане Дизайна Он очень прикольный Потому что Здесь смотрите По Грубо говоря По лору Она Вот эта чувиха Она короче Слепая И она видит Посредством Эхолокации Она вот это Черное дерьмо Распускает И потом И потом Типа чувствует Звуки Издает Вот эти вот И понимает Где ты находишься Вот А сейчас она Нафуняет Побольше Она Венрейдж Войдет И тогда Она начнет Видеть И она Начнет более Уверенно себя Вести Потому что Сейчас она Действительно Как слепая Ведет Она аккуратно Очень двигается И Не всегда Реагирует Если там Где-то Под ней Стоять Пузырь Вот И видно Что у нее Постепенно Начинают Светиться Крылья У меня Кстати Крылья Уже Порвал И вот Когда она Перейдет Супер Сейн Мод Она Начнет Так Месить Что Я помню Прямо Шефигел Когда Первый Я увидел Она Венрейдж Изначально Бла В общем Бам Там Прямо Ходукину Пошли Как я Классно Доджу Ой Нет Здесь Нельзя Так Говорить Пролечь Сейчас Побись Я Откуда Там Камера Бедная Вообще Не знаю Откуда Здесь Надо Отключить Наверное Настройку Про Про Камеру Которая Понимает Территорию И В зависимости От территории Себя Перемещает Ай Ай Потому что По-моему Только Хуже От Это Вообще Блин Вот Это Размахивание Глоблей Так Она Полетела Она Полетела В кота Ну и Конечно Прочиталась Она Я Сразу Ебав Почти Вообще Смотрите Она Мало Попадала Своими Черными Шариками Из-за этого Она до сих пор В инрейдж Даже не перешла Потому что Ей для этого Надо Надо много Попасть Вот этими Синими Обилками Своими То есть Сначала Я поймал Один Черный Шарик И Сразу Заболел И Она Видно Что Крылья У нее Светится Но Она Еще Не Перешла В Супер Сейн Мод Свой Я думаю Если Хорошо Играть Она Вообще Не Перейдет То есть Если Вообще Урона Не Получать Ну а потом Начинает Работать Эта Механика Про то что Ее Изен Рейдж Надо Именно Выбивать То есть Надо Активно Ей Носить Урон Чтобы Она Выходила Из Режима Ничего Если Подстава Она Что Сделала И Я Встаником Стоял Вот Смотрите Она Переходит Переключает Специфен Да Вот Рога Достала Раскрутилась Все Она Теперь Полноценно Видит Потому что Она Нафуняла Вокруг Себя И Как я Говорил Она Вроде Слепая А сейчас Рогами Она Вот Этими Антеннами Эхвлоцирует И Потом Будет Квест Долбануть Ее По рогам Чтобы У ней Нрейдж Закончился То есть Чтобы Ввести Ее Из Нрейджа Надо Дождаться Пока Она Попсихует Немножко У ней Рога Там То ли Поблеет То ли Что В таком Духе Произойдет И Надо По рожу Один раз Стукнуть И Рога В ней Отвалятся И Она Сложится Обратно Сап Квест Комплит Че Сломал Ей И Заметьте Как у ней Изменился Мувсед Что Она Очень Уверенно Перемещается Очень Агрессивно То есть По сравнению С тем Когда Она Не Видела Она Ничего Не Делала Как Ты Ходила Просто Роковала Втыкалась В разные Стороны Рандомно Пуляла Файрбол Там То есть Сейчас Она Просто Уничтожает Не Помню На эти Шотганы Я Как Наступал Было Здорово Так Зарядили Бар Ой Она Что Смотрит На Меня Помню Там Как Раз Удар Два Удар Два Удара Она Делает Супер Мега Удар Ходил Зря Так Действительно Зря Так А я Болею Уже И Кстати Механика Вируса Это Первый Босс На котором Механика Вируса Показывают Это Что Заряжаешься Там Что Бить Надо Активно И Это Я думаю Так Прямо Шабло Многим Проволок Кто Впервые Играл Не Причится Она Там Что Тихует У меня Притом Коты Оба Дохла Значит У меня Здесь Ваншотнуть Может Сейчас Он Не Наждая Чтобы Она Коммит На Смув Вот Это Сразу Едес Так Это Я Наверное Пойду Потому Что Кулару К ней Залезть Не Был Возможно Появился Кот Сейчас Попроще Ставим Второй Кот Появился Надо Учиться Без Котов Играть У меня Часто Я Без Котов Просто Боятся Начинаю Рога Сейчас Отстрелить И Можно Было Ничего Си Я Гребаю Я Сейчас Дохну Так Лоуранг Гор Магал Блин А я По Башки Это Наверное Никогда Так Не Попадаю Я Вечно Там Задисуюсь Вот Кстати По голове Монстром Бить Мне Сложнее Всего Почему Не Знаю Почему То есть Хвосты Рубить Это Всегда Пожалуйста Вот Когда Он Так На Меня Смотрит У меня Паник И Мне Сразу Ковыркаться Хочется Психует Я Я сейчас заболею, да, я заболел. Она, наверное, улетает. А, испугалась, да? Нашла с кем связаться. Я сейчас с вирусом, и мне, наверное, надо аккуратнее все-таки быть. Бам. Смотрите, она с самонодяжки какие там бахает. Первая встреча с ней происходит в седьмой зоне, которая со ступеньками там в степях. И там вообще пространства нет на какие-то вот эти вот маневры, чтобы ворачиваться от этого всего. Я помню, я прям не смог вот. Отрожит, как я классно вернулся, а хвостом получил. Я, кстати, болею, и мне любой фаерболт, это опаснее, чем она в мили меня будет бить. Потому что дебаф на минус резис, друг горе. Улетел в другую зону. Куркнулся. Вот это, пожалуй, самая большая моя в плане геймдизайна у них. То, что выходы в зону как-то не обозначают. А с другой стороны, ну, типа, неестественно же было бы. Они же пытаются, что типа у нас охота... И опять заразился. Они же это делают как, что типа ты охотишься, и поэтому у тебя не хп монстров, ничего нет. То есть то, что видишь, то имеешь. И из-за этого здесь и задники такие рисуют, и непонятно, когда переход в другую зону. Дарксоус раскрашена, а все цвета радуги. Ну, это как ты странно назвал. Почему раскрашены? Я бы не сказал, что здесь прям такая суперяркая цветовая гамма. Другое дело, что всякие костюмы здесь пароль фан-сервисные, что монокли выпадают. Это да. Но это... Не знаю, к этому можно спокойно относиться, наверное. Если... Если ты не из всех, кто задница морщит, что... И можно понять, что это для фанатов игры, которые там годами играли и сказали, что типа, а почему бы нам это не сделать? Костюм Соника для кота, например. Коты же все равно, они больше по приколу. И они не особо нужны. Именно в плане моделек. Супер-мега-шварк. Вирус бы снять с себя. Вот это здорово было бы. Вы, кстати, заметили, что она до сих пор не сдохла? Я давно заметил. Ага, я сейчас болею уже. Да, заболел. У меня сейчас ваншотинг похоже. Пусть зло, что не попало. А, там с разворотки это MLG 420 делают. Черт, удели. Ситуация? Какой я супермен. Получил в рожу прям. Шанамин, ваншотинг, следующий удар. А, она... Включается там. Ну, кстати, когда болеешь, это сильно проще. И забегаешь сюда вот. Когда она... Раскрыт это. И теперь ничего вообще не понятно, что происходит. То есть я рандомно сейчас, скорее всего, умру. Нет, я так не согласен. Я прям представил, что когда будут вот эти вот мультиплеерные G-ранки там и так далее, где тебя ваншотает с одного удара. Вот это я фидзи там буду. Эти вот истории про уметь играть. Это не про меня. Чего ты давай. Включи туда. Тихо, 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 братан. Дю-дю-дю, тихо, 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 тихо. Гайс. вам не пофиг что морешь ломай рога и сломал там пролище похоже проку боже как она огребает смотрите я прям на фигачил есть похоже игра так работает что когда говорит что не меньше играть ты нормально начинаешь делать а когда говорит что умеешь ты сразу дохнешь я уже проверял у меня есть хозяйт на ютубе где говорю какое классное сразу меня ваншоты посмотрите на стрелять не имеет мне экзоста и она разучилась в ней закончились похоже порох в парковнице а ну стоять куда плетела пролить поймал ну все смотрите она черные слюнки роняет все даже специально анимации слюнек сделала для остальных то обычные слюнки а в это черный он не умеет пулять вообще блин тихо я помню я так боялся когда первый раз бил сейчас смотрите какая побита бежит ну кстати урона так прилично наносила то есть учитывая что это лоу ранг скорее всего в хай ранке я когда найду эту гормагал я буду отлетать с нее придется учиться действительно играть объяснить механику маунтинга ну прыгаешь на монстра бьешь его и прокат маунт в плане прокомаунта это работа примерно так же как с ядом или с бластом что там невидимая полосочка накапливается который ты не видишь но она есть и после каждого маунта эта полосочка удлиняется то есть надо больше бить с прыжка чтобы заманить каждый последующий раз и пока режешь ножиком наносится урон который прошибает я так понимаю это то ли по спине то ли голову то ли я не знаю по моему частям просто идет урон каким-то плане здесь я не могу точно сказать и потом если бы если все прошло удачно то монстр еще и падает и ты прыгаешь вниз и ты классный и мультиплеер это очень полезно соло это возможно не очень полезно то есть это раз что как опеник что-нибудь отрубить там по хвосту побить по башке потому что большинстве случаев если ты хороший игрок ты возможным больше урон нанесешь если будешь просто бить а не прыгать на маунте возможно не факт есть наверно от игрока зависит вот а в мультиплеере если роняешь то сразу там четверо подвигает и давай окучивать то есть это классно если вопрос был про то как как выигрывать это вот мини игру то просто держишь правый триггер и и спамишь x и когда она начинает красненькую рожь делать просто перестаешь спамить x и р держишь все равно да не попала лакушка еще упала к живучий я бью бью бам objective complete я молодец и у меня как раз красный сабли закончить надо нажимать нажимается а или x когда когда рожи зеленые вот все остальное время как только она краснеет те надо отпускать все кроме кнопки r то есть кнопка р это хвататься держаться если ты бьешь в момент когда она что-то делает то тебя начинает сбивать и соответственно рожек раз начинает кусать шмяк с просто ждешь пока рожи не повезлинеет потом начинаешь бить обычно очень легко понять потому что камера приближает когда безопасно и когда я удаляет она начинает там кричать например то есть просто перестаешь сделать это довольно предсказуемо на некоторых тип там ратл саратин что камера отдаляется они сдирают бошку на рут очень коротко и если ты облажался и бьешь в это время они достаточно много откусывает от метра если ты знал то ты потом сразу начинаешь бить победа как-то бой довольно сумбурно было здесь какие-то локации были что на к стенке меня поджимал у меня весь экран был в ее текстурах это пожалуй негативный был момент в целом удалось а кстати смотрите рип клал плюс то есть это считается за хай ранг похоже то есть я х рангу кусков нарезал принять шардов то есть похоже несмотря на то что это шестой караван тем не менее это квест продвинутые ну и понятно они как-то и баха сильней по 10 тысяч денег дают все и теперь меня сразу кидает город где следующий квест раз еще чем дадут так раджанг вкусно раджанга пигеть я не видел их еще никого адванс став лав мультиплеер да не знаю я я думал как-то я побыстрому эти шестые квесты сделаю и пойду пойду фармить и рога зиногра и кроличьи лапа вот эти которые мне нужны на на апгрейды ножек я думал тогда можно мультиплеер сделать потому что он квеста удобный на них сингли нет удобных квестов на фармить кролика хай ранга он там вместе с редки за которую мне не очень хочется убивать просто так то есть вот смотрите остался остался тигрикс и после эту кучу вот этих смотрите те острая а контор раджанг и если я правильно понимаю то если я сделал вот это то будет человеку шалдауру пойдем брут тигрикс она при том еще и с вирусом не знаю как правильно тигрикс 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 я так понял это у них по поводу тирекса такой каламбур тигра и тирекс смешали ха 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 как не веришь смешно даю пока вам тигрикс это моя любимая мы с ней время проводим порой подолгу так сейчас скорее всего еще физ буду тигрикс мне нравится именно как как бой проходит что она есть туда-сюда и переезжает тебя но именно с точки зрения дизайна что ощущение что ты против просто какого-то комка ярости на на крайке который просто носится там я не знаю на крайке то ли на амфетаминах каких-то просто сносит все к чертове матери и психует и бомбит это очень круто воспринимается что действительно против супер ярст на динозавр который сметается на своем пути в этом плане мне понравилось так давай я сразу мальчко попью берем пейнтбол не пойдем интересно где он будет здесь локации на самом деле это прямая восьмая чтобы место было развернуться иначе он просто утюжит меня будет индивились ли он сюда вот прибежит здесь этот коридорчик небольшой с другой стороны места не так и мало а восьмая мне не очень удобно потому что здесь пол кривой и камера здесь порой себя странно видят из-за это а мне из-за камеры много проблем будет такого есть нет так блины чё и где давай вам формануть лутца лазурит кстати действительно может 9 начать я пойду шестую посмотрю потому что там тоже раздоли прям на побегать мне вот эту локацию нравится что она просто плоская и здесь нормально 9 9 тоже неплохая но там дырки вот эти огненные зато там много ступенечек то есть можно маунтис я в принципе сабли не не очень люблю но когда он доллар играл мне любой ступенечкой то я прям кругом бегу и пытался заманить уж больно классно с дуалами через тоже нет ну вам полезли сен сейчас окажешь что в конец небольшой кишки она там но и своего мяса пойдем в пятую вообще мне понравилось что это пожалуй единственная игра для 3d ски где онлайн прям классный в том плане что ты можешь просто открывать руму и делать какой-то свой аутизм и люди могут заходить и просто ну просто типа кому хочется вместе побегать просто вместе тобой бегают им без разницы чем там занимаешься избежь там тупых зайцев там чем такое почему бы вы вместе это не поделать действительно на 3d ски же вообще мало таких онлайн их то есть помимо монстр хантера чего чего придумать что такое прямо онлайн марио карт smash как-то не знаю даже это пожалуй единственный тайтл который и матчмейкинг у них и вообще делаешь руму сразу рандом перебегает единственная нормальная игра не ну и игр это полно других прикольных игр но то что она действительно самая массивная как проект на 3d скид это однозначно поэтому не делюсь что действительно люди ради этой переставки поэт ради этой игры вон лазит я все вижу а это это брут агрекс необычная орёт она медленнее перемещается и не так психует но она орёт вот он начинает вот это да 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 и и и блин ладно главное что я нам а он улетел просто куда улетел хоть он туда на седьмую значит 7 пожалуйста мне приятный там ступеньки вот эти вот и грубо говоря из ступенек там получается три коридора по которым она может носиться а ты каждый раз когда залазить слажив ступеньки ты соответственно в анимации застреваешь может переехать вот я правильно говорю что она здесь поэтому канальчику бегать и тебе приходится наверх залазить и часа наверх а ты такой блин а рача будет у она орёт там видно что прям ветер во все стороны это дамажит это ее основной инструмент так все и теперь я пришел а здесь стенка есть похоже надолго с ней прыгать на готов бы здорово с этой зоны уйти рано поздно сделал superman dive и не получил урон нет этот вращение хвостом очень сложно избежать урон от него когда рядом с тобой удел и пока у меня живые коты они там впитывают но они уже сдохли оба вот на теперь я остался один во всей вселенной и начинается история потолочь по ступенькам и паниковать идет так вам где-то я ночью играл у меня был классный опыт где мы делали кит глупый квест а потом неожиданно сделали квест где на арене на одной арене вот этот брут агрекс и зеногру стиген зеногр у нас был рандом который два раза подряд фиданул и ливнул а мы вдвоем потом добивали их гоняли тоннер не знаю полчаса их туда-сюда пытались не нафидить мне очень понравился такой с на самом деле он про то что два монстра которые носятся и хитбоксы делают на полуарена их надо разводить по одному и как-то мега пошли я не взял с собой мы в дерьме капитан очнитесь вы в дерьме проклятие поле так тихо вам меня есть мега пошли мне там приехал конечно короче у меня 6 силок и плюс там завезут еще в сундук но это вот такое там слабенький хилки может бить и начать как я думаю если обид начну я быстрее мру блин не я за файлит квеста да у меня хилка кончится наверно она сейчас вы нравится падет и все огромный вот это птина ведь и едет просто как трактор просто к этому ну все пожалуйста лапки сгорелись это можно бежать просто камни вот эти камни кстати они офигеть урон наносит иногда общем сейчас мне дефенс проклано а так бы мне плохо по осталось даже меньше блин я так классно я думаю джуку и оказалось нифига не джуку я нагребаю надо своим позиционируем что-то придумать я стараюсь играть позиционирование и пытаюсь искать опунинг я в итоге выходит что я бегаю когда она потом мне просто прилетает это наверное два разных подхода геймплея все-таки они не один а чё он же еще есть френзи дерьмо скорее заряжаем саблю бежим блин а у меня есть этот вайстоун вот этот на обмаза саблю идем а с ранее еще офигеть может совсем сумасшедший стиль стал и улетел вот этот поворот так ну ладно с этого фигового стоит же мы наконец идем если мы пойдем 6 будет очень здорово но мы похоже идем в 4 который еще хуже хотя там сеточка есть об которой она можешь варкаться и вниз падать главное вниз за ней сама не полезь потому что вообще коридорчик этот весь вайстоун форс который наносит больше урона фигни которые во френзи мне кажется будет дефенсив вайслоун все-таки брать вместо этой а еще я смотрите я персонаж еще не контролировал к я пришел теперь местом а теперь каким чудом он поехал на готовлю меня теперь мне выбраться быть я пойду короче из зоны пока что дождись то я прилетел в зону и все меня просто раскидалось в сторону как понимать вообще кофиг на вайстоун я буду саблю тащить и все такое болеющие милберри нет пойдем агребать так с музыкой я хочу попробовать армор с вейдом то есть и вейт экстендер и вейт плюс один плюс два мне кажется это конечно плохие привычки выработать с одной стороны с другой стороны мне кажется мне сильно проще будет играть более естественно скажем так потому что я привык что дольше это круто dark souls я помню я брал деревянное колечко и на этом колечке вообще не проиграем точнее как проиграем но меньше коррект есть время попить скорее всего сейчас просто хилки кончится и будем файли сквест разорался ты устал за счет не очень слой смотри смотрите выпил хьюк опять надпись ю к ты вспомнил что они есть сломал голову она давай агребай вас что он падает он играть покажу разучился я боюсь что я разодорюсь и меня просто так да переедет мне выпил макс позже а мне и код прохину сам прикольного стон все еще куда мне дом не путевой и просто огромный супер-мега-раур 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 я же знаю что он хвостом будет делать так все помазать саблю он делать на кота шарк вот эту подлость конечно он как-то камнями круто попадает вообще я так флешками попадал он камнем я я сейчас блин не меня нет выхода заберите стан дима я хочу не спать я пойду наверно улетел короче от него я пойду короче сундук я заберу хилки заодно я пережду вирус и счастье я не сдох сейчас пусть это прям сейв был сейчас только что вниз упал учитывая что мне вдогонку летели еще и камни на теперь еще и задница горит полезно примерно по имп вай стона то есть иконка он заполняется у меня снизу справа это сколько он действует и потом кулдаун еще будет висеть то есть он действия две минуты потом кулдаун три минут я почему-то что одновременно там две минуты три минуты то есть одна минута кулдаун все все но нет проклятый тигр блин я так и я с ним воевал воевал я раз наверно 10 убивал но при этом так не научился нифига с ним от обращаться и каждый раз как у осёк то есть шашлычницы есть бомба есть шок трапы есть кстати стропает нормально тема но я их пока закапывать будут там наверно будет уже все плохо так вот все стоит поспать же можно зачем я так делаю глупо спим лайфпаудером котом филец наверно мантин комб лист я к вам пойдем на то чем фигню мне осталось две аптечки ведь и помимо этого еще три лайфпаудра то что осталось а там я и даже 3 хп не снес я верю я с ней ничего не делаешь я верю наш сюда прибежит кстати на этих вот штук прикольно набивать метр гадэмит и он решил сдохнуть да ты иди отсюда блин учащи к ты его бахну я кстати вспомнил что флешки на блоке дать вот флешки реально классный прости y он слепнет и перестает понимать что происходит такая си нет никого никуда нашла как вы думаете в шестую мне кажется шестую а я буду подождать пойдем сюда вот тогда чего еще и жабы это фрэнзит а над годами их оба здесь где мое дерьмо я щи дерьмо будет кидаться попал так а тигрикс она только летит жаба уходит он тоже дерьми она дерьмо не любит а тигрикс теперь пока что different area то есть она улетала отсюда что кажется я жабы прогнал они там вместе с рома кажется поставлю опять флешки после флешки начинает крутиться я как-то не знаю он там делать начинает я знаю только что он врываться перестает и начинает мимо делать то есть он камни может начать кидать куда-то в сторону ничьи нет и хуже шестой она свалила опять я вообще признаться не разбирался механика этих флешек но я так понял там прикол в том что монстр просто лепнет то есть если он летающий он может опять взлететь попробовать но он сразу обычно садится как раттлс это делает соответственно если ты в воздухе флешнишь он падает а то что наземные монстры делают от флешки я признаться не знаю там же они все по-разному себя ведут а про sonic бомбы я вообще даже понять не имею я так понял sonic бомбы нужны чтобы выкапывать закопанных помимо это именно не нашел особое применение они при том как то такое чувство радиус у них сильно слабее если флешка ты кидаешь просто сторону то sonic бомбы как пенболом надо попадать так где куда она делась тогда опять на 7 она пошла я блин бегаешь за ним бегаешь пойдем в первую пойду там все жабы уже какие-то будет любому а вот она давай еще попробовали про форму . кинуть на ребам так на кто теперь крутись будет так он он воздух кусает что-то я наверно зря так стою раз он крутится будет обещали она рать начнет то есть короче он просто в разные стороны делает но при этом плохо наводится и чё я улетел найс снял мне главный пол хп просто потому что я там мимо проходил надо было пейнтбол кидать а не флешку я лучше подумал потому что теперь я опять не знаю куда она делась дерьмо так ну и какие у нас есть вариант то есть я видел что она в седьмой зоне в четвертый в первой во второй может быть или нет вопрос то есть есть жабы прокляты нет я сюда не хочу и вот начинается это вот когда охотник лошок он занимается таким вот представься ну 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 там будет похоже она огненная зона не любит и поэтому верхней половине карты все время целься 10 минут осталось фактически дожди здесь полчаса все на нее дают вот вы чё это хард мод какой-то не блин подрубает что полчаса все дают офигеть 10 минут и я не успею я кругами тебе блин я кругами дольше бегу чем бил я мне процент времени когда я носил урон процент времени когда я либо огребал либо занимался дерьмом непонятным неприличный просто высок флешка блин мимо персам чинил флешка опять ним не попал вам да и развернись ты господи блин меня персонаж забыл развернуться пока а теперь я не очень хорошо стены так опять у меня энрейдж так а ты меня любит что опять флешкин не попал кажется она и ступеньки не заметил как и конечно матче что лечь за этим отдельно спасибо блин да куда таки да я короче помню у меня все проблемы с мисконтролем из-за того что чар не успевает развернуться это как в дочь что есть ты про turn rate не помнишь что ты можешь затупить и скил нажать нет не по теме и не попасть там чем такое да отвали ты от меня скажи сей хочу войстоун все нагребает короче мне хоть до конца бойся что там грызешь на ты будешь там чем парализоваться там какие-нибудь другие прикол у нас происходить коты блин коты стоят на входе просто и она в итоге в угол каждый раз забивается и то что коты не умеет позиционироваться это прям проблема то есть сейчас она просто целую минуту там стоит можно было ее туда идти бить но это же блин плохо она развернется а теперь она стоит там слюнки пускает факью а теперь вот я пришел и она будет меня из уничтожать просто а я притом болею вирусом учусь пройти просто не попал нифига что вроде поделал с ней теперь она сама делать наконец не все только начнется началось на крае очень не понимаю то есть просто мру а за масло ничто она ничего не делает как должна быть она не сильно в башке то я неразумный чё-то чё я все равно не успеваю похилиться бы пусть она побежит на котов где флешки кончились ооо дерьмо пускаты похилит пусть они будут полезны не чё время кончится короче я даже не знаю чего я сгорю а то что я сейчас дохнули а то что время кончится то есть подумаем а бежит поиск пассажирный коты блин локоть факи он еще не пробивается ничего не вижу дерьмо сраные юзли скоты похиляйте меня эй она улетела ну ладно я буду хиляться на все и все я скорее за ней в погоне я пока даже не знаю куда она улетела правда четвертую зону все я сейчас буду просто набраться у меня времени вообще нет сейчас кончится про пять минут наверное было уже предупреждение я не знаю не знаю не видел вот млев пять минут все я намазал саблю и пусть она умрет а ну иди сюда я блин саблю намазала baby rage факт да мне пофиг что то там на по заднице давай там иди сюда факт еще вниз иди сюда вниз давай пофиг вообще не на мне шутила ссор подождите сейчас она не пошла вниз куда там орешт о насть коты хилят не уж то пошла катка никто не знает а дерьмо давай пада вниз сюда ушла блин я столько времени трачу меня пять минут осталось ну давай мне ну не ну я не знаю ну я не знаю что не знаю я это я А ну иди сюда. Крейгазм! Ничего себе, как же я бахнул. Офигеть, там две минуты, наверное. Сейчас покажут по таймеру. Точнее, мне надо на паузу нажать и посмотреть, сколько квест-инфо. Три минуты оставалось. Офигеть. Блин. Пришел на квест с двумя банками на хп, короче. Огребал-огребал, потерял ее дважды, бегал по ней. Во всей зоне, вообще. Это приключение. Я, конечно, сам дебил, что так сделал. То есть надо пейнтболу кидать, во-первых. Во-вторых, наверное, надо все-таки брать с собой хилки, когда идешь на монстр, который френзит, тем более. Тем более, он хайранковый. Сраный, блин. Фак ю. Вот это, блин, действительно эпик. Все сложилось как нельзя удачнее, господа. Времени, на самом деле, было с запасом. Три минуты. За три минуты, блин. Можно было успеть ее еще раз потерять и... найти. Невозможно забыть, простить. Фак ю. Я как-то не заметил сперва, что полчаса-то все дает. Вот это новость для меня была. То есть мало того, что от монстра огребаешь, так еще и на времени. Это мне прям прибавилось сейчас. Прямо вброс адреналина произошел такой нормальный. Что я обычно... Я бы так и бегаю, просто с него кругами там. Аккуратненько я огребал. А здесь прям пришлось врываться. Играть в джиггернаут. Дальше армик. Таковы. Даже не сдох ни разу. Вот это я молодец. Я же говорил, что тигриксов я вообще не ощущаю. И... В этом плане я против них много играл. И, естественно, я знаю всех паттерн, и убивать их для меня не проблема. Ни разу не сдох. Новый материал, анлокну. А, в чате уже пишут, да. Ну вот, все правильно, я все сделал. Ритуал. Выполнен. Чекбокс. Поставил. Так, и что, какие новые материалы здесь? Давай посмотрим. Так. У меня есть мед привезли? Блин, мед надо больше. Я его каждый раз вожу вот этот прям телегами. То есть сейчас посмотрим, сколько у меня будет себе меда. Я, тем не менее, его все равно трачу каждый раз. В огромных количествах. То есть вот, у меня 112 кусков меда, и мне надо еще одного меда. Так, мне, по-моему, нужны были жуки. Вот эти вот белые. И они дорогие, кстати. Ну, пофиг. Тысяча ПТС-ка всего. У меня 29 тысяч стало теперь. Было 22, когда начинал. Так, где мед? Грибы. Вот он. Да, вот это нормально прям было. Я как-то врубил такой. Сейчас лоранг будем делать там. Роклить, приколыться. Пойдем, короче. Лан, тихо, стой. Все, давай заканчивайся вот это вот. Что ж, трясет. Пойдем делать легкую фигню. Пойдем фармить апгрейды на Адуал. Сейчас я посмотрю, что надо. О, дерьмо, бомба продает. 144 ПТС-ка. Фак ю. Почему так дорого? А я ищу каждый раз траву, которые и вы, прутики, мне они нужны, чтобы делать с ловушки на трапы. Так, пойдем глянем, что надо для апгрейдов. По-моему, мне надо бить Зиногра, Зайца и... То есть для этого надо бить Шагара Магала. Это я не знаю даже откуда падает вот это коррес, с которых 8 штук надо. Это я, я так понимаю, я потом буду это делать. Плейте Ратлоса, это который ненадежно очень падает. То есть этого Ратлоса можно убивать 10 тысяч раз. Вот, и вот это вот. То есть на Зайца Зайцу надо... По-моему, просто они карвятся с него. То есть надо Зайцев просто бить в больших количествах и карвить их. Надо два кокса. Затем вот на эту надо рога Зиногра. И самоцветку. Три рога надо. То есть Зиногра сейчас надо будет прямо на поток ставить. Здесь штампик нужен, который просто с кроликов падает. И Брахидиус, Браххаммер. И вот здесь фиолетовая эта фигня, но, наверное, я потом ее бахну. То есть, в принципе, можно открывать онлайн-лобби и кто хочет там заходить, кто... Кто друзья, кто не друзья. Сейчас я циферки, наверное. Блин, надо бы ему боту команду сделать. Вот это что? Воспроцательный знак Рума. Чтобы он знал цифры. Сейчас сделаю. Anyone is welcome. Passcode. Пароль, чтобы только свои были? Или чтобы рандом тоже? Не, давай рандом тоже. Anyone is welcome, а мы... Они потом придут такие рандомы, а я там дерьмо делаю. То есть кролика формлю. Нормально будет. Пойдем внутрь. Пойдем искать квесты. То есть, короче, зенограф, лагомби и ратлас. Так, это, по-моему... Здесь это не то. То есть, здесь вот они есть, конечно, два зеногра. Но это уже крутые прям квесты, что они разноцветные. По-моему, на пятом ранке. Да, вот эти два кролика. Можно с них начать. И вроде здесь где-то было еще два зеногра. Давай кролику будем бахсить. Чтобы после тигрикса это расслабиться. О, пришел чувак какой-то. Хайранг один. Ну и все, будет кроликов со мной резать. Он, конечно, умеет играть. Вообще в целом. Нет, у меня трапы до сих пор. Рандомы здесь, правда, какие-то тупые. Они прямо просто заходят, берут какие-то свои квесты и стоят такие, ждут. Типа, пойдем ты меня сейчас кэрис будешь. Или порой вообще не понимает. О, видишь, хочет свой квест. Пошел ты. Давай им напишу, у меня есть кейборд. Но. Давай им напишу. Иу. Рэббит. Very good. Покинул. Ну и пошел ты. Не хочешь со мной кролика убивать. Зачем ты такой друг нужен? О, вот эта вот комнатка, это мультиплеер лобби, грубо говоря. Здесь есть магазин тоже, здесь можно покупать склянки-банки. Давай, кстати, куплю поушенов на будущее. Мне их 50 штук, но куплю еще сотни. Динкс, раммилен. О, здесь магазин, квестилки всякие, сундук с фигней. Единственное, что здесь нельзя делать, здесь нельзя переодеваться. То есть, пожрать, все остальное здесь есть. Только на 8-й звезде каравана. Так это нормально. Кролики-то они слабые. На 8-й звезде они, по-моему, как раз и появляются у тебя необычными квестами. На 8-й звезде я сделал. То есть, лобби-плюс, который... А как здесь? Вот, Gathering Hall ID. То есть, мне надо написать его в Mubot. Mubot. Mubot.tv сейчас. Я сделал прям команду. Room. Команда. Room. Create. 19, 5, 0, 3, 5, 8, 1, 4, 6, 0, 3, 5, 1. Save. Давай попробуем. Room. Все. Но проблема в том, что каждый раз, когда лобби делаешь, надо заново делать. А вон пришел какой-то чувак. Слышишь, ты G3, ты... Это, если я не знаю, со стрима нет. Ты там сними там себя супер, это свое. Overpowered. Что мы кроликов-то не ланшотали. У него, смотрите, там супернаряды. Там прям наряжено вообще во все. Evasion, Shardness, Focus. Зачем Focus? Hit Cancel. Divan Blessing, Elemental Creed. У него холодная сабля, Elemental Creed. А, он со стрим. Давай, слышь, там саблю... Саблю хотя бы просто поменять, чтобы была как-нибудь попроще. Rank 5, это, по-моему, рарность. Точнее, RR5 сабля нужна. RR5, RR6, у меня RR6 синий сабля. Чтобы мы не ланшотали их, а атакой отрубили, и было вроде весело. Я, кстати, делал ресерч, я решил, что Focus не самый лучший скилл все-таки для... Для лангсорда. Он заполняет, конечно, быстрее полосочку, и, наверное, это помогает, но... Мне кажется, лучше играть в чиз. О, пришелкает молоточник. А мужик за саблей побежал. Ну и нормально, сейчас будем лезть. Давай, садись, похаваем. Здесь можно делать движение кружка, чтобы он набухался. Я знаю, что здесь 10 раз можно выписать. Давай. Три. Четыре. Пять. Рейс. Бухаю, короче, не знаю. Не работает, кажется. Не знаю, должен быть какой-то эффект вроде бы, не говорили. Ну, набухался тоже эффект, в принципе. А ну, подать мне сюда, давай. Давай, давай, давай. Подождите, что это? А, вот, смотри, бухой. И ходить разучился. Во-во-во-во-во, давай, наблюю тебя там куда-нибудь. Давай там, братан. Побежали, побежали. Бухой, бегать не умею. Армрестлинг, давай, кто там? А ну, иди сюда. Не хочет. Я с другой стороны бочки буду, мне кажется. С другой стороны бочки и варпауэрд. Это как дайвер в доте. Давай. Никто не хочет? Нужен четвертый. ХР. А, да, точно, нужен четвертый. Давай, Кевин. Я тебя сейчас изи валю, но ты, наверное, не можешь вообще. Я им сейчас руку сломаю, смотрите. Такой, раз. Два. Он, похоже, умеет играть. Изи факинг катка. Ха, победа. Набухался, победил в армрестлинг. Че еще надо? Еее. Ха. Тоже мне. Где там? Поинт. Я таких лошков, как ты. Вон там видал. Понял? Там. Let's go. Залазь, давай, в будку. Че ты пляжешь, Васек? Я жду, когда вы залезете все. Я таракую, это пофиг. Есть вот проблема, кстати, что те, кто те, кто должны помогать, грубо говоря, здесь хост. Тот, кто с квестом, вот, у кого полная бумажечка. Я квест взял, у меня полная бумажечка на головой. И те, кто помогает делать квест. И вот пока все, кто помогает делать квест, у двери не отметятся, не чек-аутнутся. Я не могу начать квест. То есть, мне надо ждать, пока они там ready нажмут. Все, двое готовы. Удачи, можешь как-нибудь сыграть с ним. Так да, я думаю, я частенько так вот буду стримить, что я понял, что с 8, когда мы своей компанией как-то стримили, это для зрителей было, возможно, не так интересно. А так, типа, ты открываешь рому, и могут и знакомые заходить, и люди со стрима. И это, мне кажется, двойнее прикольно. Что, во-первых, я и разговариваю с вами, как аутист, мы как-то с вами и с чатом пообщаемся, и в то же время и кроликов побьем. И вообще, смотрите, во. И теперь мы прямо вчетвером, и у нас Глориусская оперейшн, сейчас будем кроликов бить. Мне надо с них три когтя нарезать, это значит, у кроликов я, наверное, прям квестов 4, наверное, 5 мы сейчас будем бомбить. Во, и мы все спавнимся в разных точках карты, они теперь там ищут меня кролика, и пинговать будут, когда кролика найду. А если повезет, я найду. Тогда я буду гордиться собой. Ну, что-то не знаю. О, нашел, пингую, гайз. Вон он. И сейчас обмаживаю, смотрите. А им всем на карте тоже появится он. Все, они теперь знают. Я сейчас один, смотрите, бахну. Нет, что-то пока не бахается. А он сел на меня. Блин, а мне надо выпить какао горячий. Точно, мне же дебаф на стамени. О, хп уже осталось. Он сел на еще одного парня. Там пришел какой-то парень. На дуалах. Ну, давай-давай. Бам, комочки бросает. Зайцы классные, мне зайцы нравятся. Им даже ломать ничего не надо, то есть их надо просто убивать и карвить мне. Я, притом, я их убивал дофига. Я их штук 5-6, наверное, убивал. Мне ни один кого-то пока не выпал. Это вот классический рандом, что игра заставляет тебя гриндить, так или иначе. Ну, это классно. Это же, на самом деле, не так уж и нужно этот апгрейд, как интересно, чтобы был повод поиграть вместе. То есть, типа, можно было бы вот этого вообще не делать, ломиться там куда-то вперед, прогрессировать по поводу гильдквестов этих всяких и так далее. Бить сложных монстров. А когда хочется пофаниться, то можно и кроликов обить, почему бы и нет. Можно там вообще этих... собирать яйца и все такое. То есть, здесь глупых квестов таких мелких хватает. Ну, кстати, чувак у нас ливнул. Мне не жалко. Что он валяется? Блин, закончился бар. Слушай, с Тигриксом у меня прям супер какой-то эпик-мега получился. Мне прям так пана... Со стороны я уверен, что я нарежу потом хайлайт, а окажется, что это дерьмо полное и, типа, скучно и неинтересно. Это вечно так. Стараешь, нарезаешь, такой думаешь, люди оценят. Второй кролик пришел, их сразу два теперь. А где второй? Он где-то здесь есть. Вон он. Не, это первый бежал, а второй прибежал. Так а давай будем здесь их месить. Нормально же получается. А, они... Че нам ходить за ним? Пусть они сами сюда приходят. Тот потом... А, и переехал к роликам. В любом месте веселее вместе. Таксих надо. Классно, да? Он так сильно их катает, что они в горку катятся. Я смотрел мультики, то ли на флэше рисованы, то ли просто как-то, я не знаю. Там был проект, что он отрицает все законы физики, и просто в гору кастит камень. Там есть серия мультиков по монстр хантеру, и они прям прикольные, и ситуация очень жизненная. Я, кстати, сейчас, наверное, роняюсь их буду своей саблей-то глоблей. Как на ферме? На ферме-то не был кролик. А, это меня на бородуал и роняет. Я уйти не могу. В основном локи с того. Вот это прикольно, кстати, что есть френдли фаер, который вроде не френдли фаер, ты не дамажишь, а ты просто роняешь, и это достаточно. То есть вот, видите, нажал кнопку и не успел. И у меня длинный вот этот удар в три слэша был. И чуваку по башке треснул. Он споткнулся из-за этого. И этим можно прям нормально так уруинить. Считается, что лонгсор, которым я играю на катании, он в этом плане очень неудобен для онлайна. О, второй пришел. Ну, нормально, давай, сейчас будем супер-мега кучусь. А у ешенькой. Нет, что-то они по-моему сами. Слушай, главное, чтобы не начали снашиваться сейчас. Блин. Это вдруг окажется, что японцы добавили какую-нибудь супер-мега фич. О, чувствуется, кстати, что FPS чуть-чуть пониже стало, когда два монстра одновременно на экране. Это вот про то, что следующая игра, там FPS капнут в 30 FPS, но при этом более гладко она будет играться. А ну что, есть? Блин, мне кажется, можно. Я не пойду за ним, пошел он. Не, он сам вернется. Или тот парень посидет, добьет. Но если он добьет, мне надо будет идти туда и резать его. Да, он пошел добивать. Пойдем, наверное, все тогда туда, что, если он добьет, все равно придется локти. Это пусть пока здесь тусуется. Ну, смотри, он тушинкует здесь стоит. Здесь он как-то показывает медвежий. Вхватку. Стоять в одном и том же месте. Ой, переехал. Ничего себе. Прям как ты заказываешь. Ты как надо было. Я сейчас сдохну еще. Этот будет номер. Давай, попьем. Так, ну давай, покромсаем. Вот этот мы потом будем, когда он бежит. О, а все. Что-то изи. Спасибо, guys. Сейчас, если повезет, будем. Говори за это, что надо. Пилт, это не то. Еще один пилт. Опять не то. И, помимо этого, еще один пилт. Так, хорошо. Не все роли вот здесь. А здесь. Пластрон. Это не то, конечно. Затем, помимо этого. Пилт. Ну и что вы думали? Еще один пилт. Короче, не прокнул вообще. То есть, не упала фигня. Извините. То есть, теперь надо еще раз, еще двух кроликов. Без тира. Надеюсь, вам нравятся кролики, потому что здесь, похоже, надолго. Дерьмо. Можно, в принципе, разнообразить и ходить на ратл, сезиногра, ротировать их так. Мне всех троих надо. На брахидиус тоже надо. Но мне пофиг, я кроликов подряд прям готов. Готов месить. Что тебе надо? Мне нужны фрозен клоу. Короче, когти. Они дропают, там 20% вроде капчера и 12% скарва. Помимо этого, не надо ничего ломать. То есть, они просто дропают. А, вот, кстати, их здесь смогут... Во, фрозен клоу. Еще один, еще один. О, и все, я сделал. Все, never mind. Кроликов сделали. За квест просто выдали вообще все сразу. Ничего себе. В прошлый раз мне не давали. Мне аж 4 штуки их дали за квест. То есть, просто за награду. Все, сейчас на зеногр пойдем. Победа, успех. Найс. Деньги, доту не комментировал? Ну, знаешь, я предпочитаю не говорить о том, что было в прошлом, а осталось в прошлом. Мне многие, конечно, любят припоминать, но я надеюсь, что вы любите все понимающие. Давайте не будем ворошить. Так, давай искать квест с зеногром, где прикольно и много зеногров. Вот этот хант и зеногр, а здесь один зеногр. Может, есть где два их? Хотя, наверное, разницы не будет. Пойдем. То есть, задача сейчас ломать зеногру голову. Мне рога с него нужны. Рога и самоцветы, но самоцветы, я так понимаю, не рандомно вообще падают. В большинстве случаев. Но самое главное, бошку отломать. Она у нее притом в два этапа ломается. То есть, ты сначала ломаешь один рог, потом второй отломаешь. И вот надо два сломать. Рандомно как-то, когда они, кстати, перешли и ушли сразу. Прикольно, кстати, анимация, когда он бухался. Я думаю, они прикалываются, обманывают, что типа это. Если бухать много за столом, то будет анимация смешная. Я знаю, такая анимация может быть, когда вот здесь за столом покушаешься. Там это, ингредиенты есть, водка. Если водку с водкой попить, смешать, короче, двойной виски. То потом, когда появляешься на миссии, ты бухой бегаешь. Но там вроде какие-то скиллы полезные могут быть. Куда он там делся? А, покушать. Покушать всегда хорошо. Клево, я как-то не думал, что мне так повезет с наградой на квест. Учитывая, что там лут-таблица, которая может вообще не наролить, может 4 награды наролить не те. То, что мне повезло так с когтями, это здорово. Пойдем нажимать. Зинь-зинь. Давай, алло. Вопросы про доту замкнулись. Ну что поделать. Так, все, поехали. Монарх. Если притом денджер был значок, значит, что может появиться еще какой-нибудь монстр. Так. Мы у котов заспамнились. Пойду туда вот. Зинь-зинь-зинь вроде все время на штайл локации. Да, он здесь. Он любит, когда я штайл локации. Он классный. Вот этот монстр, я считаю, он в плане именно... Именно анимации. Смотрите, он вальяжный такой. Ну типа, чего вы здесь пришли? Он сперва считает, что ты типа полный лошок и недостойный его внимания. Это супер-мега собака. О, заряжается. Вот это надо по башке им бить сейчас. Во-первых, полезный много урона. Во-вторых, нам надо рога есть. У него анимации очень крутые. Так, тихо-тихо. Ему сбивать надо каст, иначе он бомба нет сейчас. Если мы не собьем. Мы не сбили, но... У него будет второе. Блин, я встану теперь. Он сейчас опять будет звенеть, наверное. О. Блин, как там больно делать, ничего себе. Это вообще-то неудивительно. Дай-ка я попью. Ага, и он на меня сразу, смотрите. Есть юки агро-рууд, поэтому если вы хиляетесь, то будьте готовы, что... Он сейчас сорванет, скорее всего. То есть то, что я делаю, я не прав сейчас, скорее всего. Я назад прыгну. Его там маунти пытаются. Шварк. Класс. Ай, ее у меня точно так же. Они маунти пытаются, смотрите, у них схема. О, все, он сейчас зарядится целиком, скорее всего. Смотрите, они пошли убить. Бабах. Их там АУЕ-шка замесила. Я антисипировал это и вместо этого похилялся. Какой младец. Все, он теперь суперсейн, он сейчас будет валить смесить. Только по нему прокон паралич теперь, и вместо валить смесить он нагребает. Здесь у нас, похоже, почти у всех паралич на оружие. Да, вот там два ла с параличом, у меня меч с параличом. А что у товарища вообще не знаю. О, он замаунся. И вот когда он замаунся, нам бить нельзя, потому что если мы бьем и монстр флинчнет, то чувак свалится. И мы заройним его, грубо говоря. А так он там пилит. Все, он допилил, мост развалил. Я буду хвост рубить, а они пусть там голову рубят. Или как, я не знаю, мне надо, что, квест мой. Но, кстати, пока он вот так валяется, ему можно с очком со спины собирать жуков. У него на спине там жуки, которым молнии ему дают. Если мне нечего делать, можно прям жуков собирать с него. Пока он спиной повернет. Надо попробовать в следующий раз, по приколу. Когда завалим его. Это вроде надо, чтобы он вот в этой форме был. У него же по лору вот этот прикол, что он, когда заряжается, он жуков вот этих тандербагов на себя манит. И они ему электризацию обеспечивают. Блохи, короче. Электроблохи. Представляете, какая фантазия у японцев. Придумали супер собачку с электроблохами. Смотрите, он там бзз-бз-бз-бз. Супер дисчарж. Бабах. Класс. И тут я вот такой саблей не попадаю по нему. Мне, кстати, попал пару раз. Мне он там начинает и музяка прям вообще. Классно. Это мой любимый босс вообще во всей игре. Мне с ним драться удобно, приятно. Потому что у него все движения очень телеграфируемые, очень хорошие. Я не знаю, кстати, как он там с дуалами голову ломает. Наверное, мне надо головой заниматься, а не им. А я не умею. О, умею. Нормально. Так, а сабквест на голову, интересно, или? Может, только на один рок? О, и его из энрейджа выбивать вот этого? Ему надо урон наносить. О, смотрите, мы он дамажили, и у него пропало электричество все целиком. И он опять сейчас будет заряжаться. Ну вот, в суперджих не попал. Вот, он опять заряжается, и можно ему порожен, конечно. Смотрите, у него один рок остался. Это то, что надо сделать. Я пойду сачком ловить. Смотрите, опа. Да блин, вы зачем? Они парализовали, и я не смог сачком поймать. Я при этом достал сачок, и... А, они хвост отрубили, вот в чем дело. Ну и ладно, нормально. Кушать не будет. Все, он бежал. Время улучшить. Так. По Е я как-то посмотрел, там серваки у них рушились несколько дней. И вообще, я решил, что, наверное, нормально. Что я не стал играть, я бы расстраивался, наверное, что запустил стримчан, и там сервак лег. Я вместо этого посмотрел, открыл фоном, как там YouTube бахает, и мне хватило даже за глаза. Боже, я как вспомню, как в Трио Севера они там бахли. YouTube его друзья, они поехали на бразильский сервак. Блин, теперь я лошок, здесь чарж питал. Ну давай месиму. У нас, похоже, все дуалы вообще с параличем. Бам! Ну вот, ничего не произошло, я вместо этого грибать, значит. Бомби его. Черт и дерьми, мы встанем. Я сдох. Я на физил. God damn it, извините, друзья. Я посмотрю, какая стэнфа мне интересна. А, сломали голову, да. То есть мы оба рогами сломали, значит, надо перестать по ним бить. Дерьмо взял на физил. Они там монстры, что-то рофлят, а я... Я фидак. Ну ничего, они сейчас там убьют уже. Мне надо идти, наверное. Наверное, не буду хавать на Триенты. Блин, а, наверное, надо. У меня их мало. Смотрите, вот эти вот банки пьёте, когда дохнете. И вас растёт он, видите, писька в ХП. Слушай, ну хотелось очень сильно побомбить по нему. Чё-то начинаешь сразу. Про пол-ХП, про заряженное. Ты же понимаешь, что... Ты вот вспомнил, как с Тигрикс было, что... Хочешь, не хочешь, а надо врываться. И каким-то образом ещё и не на физил там. Нормально было. Пока здесь стейк похава. Так, а они там? Что-то я не туда, по-моему, иду. Да, я вообще не туда иду. Заблудился, подождись, гай, блин. Такой, конечно, хорст. Побежали. Всё, иду. Там уже добивают, наверное. Мы его нормально, кстати, раскидали. Да, мы его выбили из инрейджа. Обычно он долго в нём бегает. Из первого, как минимум. Заходишь, а здесь вовсю. Безхвостые доги. О, смотрите, он хвостом обычно, он как лапси моим шваркает. А теперь хвоста нет, и поэтому очень жалко выглядит на темп. Чё-то наэлектризовал там меня. Он как-то супер наэлектризованный, когда остановится. Захромал, бедняга. На. Сейчас бы чувака с молотком или сгореть с ордом ким, чтобы заряжал. Он там сейчас снёт? А, ну, решили не ждать, пока он снёт. Пойдём просто бахнем. Ай, ой, ой. Во, он валяется и фэлит. Вот сейчас, наверное, может сачком ловить. Блин, короче, если сейчас не выбьем, то всё, что надо, в следующий раз по-любому будет сачком ловить. Мы выбили его из формы. И он шайни дропил. Он когда убиваешь его, шайни дропает. Ну и всё, есть катка. Блин, я, конечно, фидомок, как рачил последний. Но. Главное, что никто не расстроился, и мы не зафейлили ничего. Деньги, конечно, сняли. Мы же здесь не ради денег, а ради счастья. Всё, полутали. Ого, там человек бахнул на дотер. Только сейчас прокликнул, потому что там забанено было. Нормально. Это... Вчера мы про таких обсуждали, что не поминайте дотку. Иначе триггер нёс кто-нибудь. Денежки. Да. О, спасибо. То есть... Я уже нафизил, да. А, это прокнуло? Спасибо за добрые слова вам. Блин, а... Ну, и как-то... Стало мне по себе неловко. Извините. О, Кэрпес. Короче, ничего не упало, то что надо было. Карбон шокер. Вот, рок. Один только рок упал. А мне их надо ещё два. По-моему. Сейчас я гляну. Хотя, это кузинцу, наверное, надо лететь. Друзья, если бы не ваша страховка, я бы здесь, наверное, уже отлетал. Есть коты с тележкой, обычно возят как... В качестве страховки. Так, а где? Есть. Можно, конечно, сортировать вот этот. Гинпрей. Есть, конечно, по коробке искать смысла довольно мало. Вот этот, наверное... Да, вот, зеногр. У меня один хорн. Нет, подождите. А, хорн плюс у меня один. А, обычный хорн у меня пять штук их. Ну, то есть, продолжаем дальше зеногр вбаться, пока они бацаются. Почему бы нет? Мне они нравятся, и, в принципе, на них практиковаться удобнее всего в плане владения оружием. Когда ты один играешь. Мультиплеер, конечно, не так здорово, но все равно здорово. Наверное, надо аккуратнее себя вести, когда он заряженный. Тогда быть лучше. Френд реквест. Давай. Я всех френдирую, потому что это... Это же значит, что... Ты будешь делать какое-нибудь лобби, допустим, я в три часа ночи буду ходить фармить. Вот. И... И просто рандомный чувак зайдет, и... Это будет уже знакомый чувак, а не просто рандом какой-то, которого ты не знаешь. Это классно. Я вчера добавил какого-то мужика с дудкой. Я бегал в пять утра. Там пришел какой-то чувак на дудке, он играл баф, у всех классно. И потом добавился. Здесь, конечно, в плане именно коммуникации частик здесь неудобно, что на квадрате вот это набирание. Так, пойдем. О, шестой по-любому. Там сейчас пингганут. Как мне ближе? Наверное, через пятую. Они там, главное, молча его фигачат. О, нашли, наконец. Надо еще попросить, чтобы они мне гильдкарты сделали, там какие-то приколы с этим. Мне вчера... Вчера товарищ отправлял, и это вроде какой-то, что халявный лут какой-то приносит, чуваки. Которые Hunters for Hire, что так называется? Ой, накрыла хвостом. Заряжается, мочи его. По башке на... Ничего себе его там замесили. Пингер, расскажи, как ты стримишь с Nintendo DSL со временем поста на бложке друзей, ничего не поменялось. Так не, все осталось. Это... Это capture карта, и, грубо говоря, это железная платка, которая припаяна к аудио-видео выводам. Это на японском сайте у японцев я заказывал, чтобы они мне сделали. Конечно, что это достаточно дорого по нашим деньгам, но я решил, что фига нет. У меня все равно бездумные эти траты. О, повалили. Сачок, тихо, нет. Не, уже опять прорезавалю. Вот, и... Внешне это выглядит как обычная DS-ка, только вместо инфракрасника там сзади мини-USB-порт. И ты по USB цепляешь ее к компу, и там софтинка-смотрелка, которая показывает. Ну и, соответственно, эксплитами ее потом цепляешь. Ну да, ничего не поменялось. У меня, кстати, старая DS-ка осталась, с капчер-карты, если я там продавал, я ее писал. Интересно, могу продать. Она точно такая же, по сути. То есть точно так же работает. Скорее. Тихо. Сачок. Да блин, иди отсюда своим дуалом. Гады им-то опять заруинили. Ну ничего. Они там набросились. Дуалом выгодно без спины, там потому что уязвимость не элементальная. Правда, дуалы здесь не ледяные, по-моему, у всех. Так что уязвимость они не обузят особо. Ломаем голову. Сломали, кажется. Не, должен сапкой испрокнуть, если сломали. Что-то мне больно. Я сейчас опять нафишу, кажется. Тихо, тихо. Я хильну всех. Сейчас на себя. Вот эта беленькая штучка, это ауэхилка, которую я выпил на мелком экранчике. Супер... Блин, как он попадает ими? Я так не научусь их никогда от доджа святой штуки. А-а-а, помогите. О, нормально там кто-то впитал. Хорошо, когда есть друзья, которые помогут, беде впитают. Питаю штуку. Я главное дело, красную саблю сделал, обрадовался и перестал ебить. Это полный провал. А, кстати, у кого-то ледяная, ледяные там долго. Кто-то молодец. Я все вижу. Эх, тихо. Этмаунт, тихо, не бьем. Так, и сейчас надо подбежать так, чтобы по башке им долбить, отломать рога. Так, ох, он здорово повернулся. Блин, а я... Я свои глобли там. Не по 7, похоже. Все. Все, можно бить куда угодно теперь. Можно хвосты рубить и так далее. О, он паралич поймал. В башке, на самом деле... Ему еще и хвост тут ломали. В башке, на самом деле, профит им бить в любом случае. Она самая изимая у нее. У нее башка супер изимая вообще. Ничего себе, мы его раскидали. Он похромал уже. Классно, я даже не сдох. Чем меньше делал качество, тем больше лагов на максимуме вообще нет. Ну, наверное, потому что на максимуме он отдается прямым потоком, а когда переключаешь качество, там транскот, сироки могут, они, похоже, плохо делать свою работу. То есть на сорсе, это то, что от меня уходит, оно, возможно, напрямую прямо идет к тебе. А когда ты переключаешь, оно от меня перехватывается, рекодируется и... И так потом отдается. Обычно это, наоборот, помогает против лагов, но... Никогда ты че какашку желал, случайно. Дутку взять? Да не знаю. Как хочешь. Это ж как тебе веселее, то есть на удалок. Я не думал, что есть какая-то разница критичная. Мы его быстро бахаем. Четыром-то. Втроем сильно медленнее было, пришел четвертый чувак. Мне кажется, он там какую-нибудь оверпауэр фигню надел на себя. И мы как-то прямо раскидали очень шустро. Сейчас посмотрим, сколько рогов. Если пара упадет, то можно прям сразу идти на роталасу будет. На роталасе, скорее всего, надолго мы застряем с этим плейтами. Я его и так уже убил, что раз, наверное, шесть как минимум. И это не помогло. Не умею играть. Дутка не надо уметь играть, ей надо бить, короче, просто по башке. Это вот прикол про то, что там мелодии какие-то, то есть,ё. А на самом деле прикол в том, что ты по башке бьешь, и монстр устает, во-первых. Во-вторых, станется. А вот эти все ноты и то-се, это уже такое. Ты можешь вообще одну мелодию запомнить и просто, там, допустим, xx нажал и потом R сыграл. Ну или не сыграл, какая разница. То есть, это не супер критично, это просто дополнительный бонус. Хлоу, один хорн, то есть, нам еще раз его убивать. А сапквест, сейчас мы за сапквест, может, дадут? Таймборн, чарм. Хлоу, хлоу, блин, еще раз придется убивать.